Добрый день, друзья мои, зрители! С вами доктор Константин. Удущие у нас сегодня. Не надо грешить на какие-то тяжелые заболевания. Удущие, прежде всего, это есть неправильное дыхание, либо то, что вы дышите неправильно, в следствии чего недостаток кислорода, либо кислородное голодание всего организма в целом. Также удущие может быть связано при глотании пищи, но это уже другое совершенно состояние человека. Ну, конечно, еще удущие может быть, что на нервной почве у человека, либо переживший стресс, аварию. У человека начинается удущие, человек не может контролировать этот процесс. Чтобы, знаете, я извиняюсь, всеразличные методики, скажем так, присутствуют в интернете, там, на просторах интернета, что нужно сделать. Вы знаете, две вещи вам нужно сделать, при удущие. Я за простую схему. Первое. Постараться сосредоточиться при удущии и перевести ваше дыхание из ротовой полости вдох через нос. Понятно, да? И сосредоточиться. Если вы вот эти две функции сразу же выполните, вы победите удущие. Если нет, удущие завладеет вами и начнет ваш организм манипулировать. И манипулировать вами. Это уже тяжелый процесс. С него можно не выйти. Понятно, да? Чтобы это не произошло, помните, первый процесс – это что? Сосредоточиться и сделать, постараться сделать, насколько можно, длиннее вдох через нос. При этом оставаться сосредоточенным. Не каждому человеку это получается и дано. Ну и практиковать. Вообще-то, людям нужно практиковать, любому человеку на этой земле, правильное дыхание. Правильное дыхание производится вдох через нос. При этом человек должен быть в расслабленном состоянии. Расширяется диафрагма. Наполняется кислородом полностью легкий. Делается пауза. Заметьте, я не сказал задержка. Пауза. И потихонечку выдыхается через ротовую полость. Если утром и вечером вы будете практиковать это дыхание от 3-15 минут, все будет хорошо. Практиковать дыхание перед сном не нужно. Не заснетесь. Ясно, да? Злоупотреблять правильным дыханием тоже не нужно. Само дыхание вам подскажет, когда на себя нужно обратить внимание. И точка ТР1 Гуанчунь нам в помощь предыдущей. Когда человек не может сосредоточиться, не может взять себя в руки, у него паника, внутренняя паника, он не знает, что делать. Данная точка тонизируется сильными резкими движениями, нажимается, чтобы что? Чтобы активизировать сознание человека и не только. Спасибо за внимание.